Я представитель старого поколения киевских рыболовов, известен в рыболовных кругах как Семен Олд. Родился и вырос я на Печерске, практически на склонах Днепра, откуда до берега было подать рукой. На реке я давно, практически всю жизнь, а вот первое фото с удочкой было сделано, когда мне исполнилось всего полтора годика. И еще будучи дошкольником, я мог запросто накормить свою семью рыбкой. В те далекие времена было сложно достать хорошие снасти, а о фабричных прикормках и речи быть не могло. Поэтому мы ловили обыкновенные снасти, и в будущем именно это вселило мне уверенность, что для успешной рыбалки не нужно больших затрат. Я поделюсь с тобой опытом. Расскажу о снастях и традициях Олдовых рыболов. Добрый день, уважаемые телезрители, зрители телеканала Трофей. Мы находимся на базе Вишенки. Это совсем недалеко от Киева, практически в черте города. Сегодня, по рекомендации наших друзей, мы решили выехать попробовать половить леща. Чем примечательна сегодняшняя рыбалка, и чем она будет отличаться от каких-то других обычных рыбалок? Сегодня мы показываем рыбалку на наши старые проверенные киевские Олдовые снасти. Старинные снасти, которые пришли к нам еще со времен наших дедов, отцов и, можно даже сказать, далеких предков. То есть леща мы сегодня будем ловить на спиннинге со старыми добрыми кормушками, на стальку, на неспортивные виды лова. Вот наши лодки. Лодки, кстати, у нас тоже первобытные. Это две классические казанки, которые, наверное, летные на столько, сколько мне, за 50. Ну вот, то есть лодки те же самые, такие же старые. И вот сейчас этих лодок, на вот этих маломощных моторах, у нас по 3 литра бензина. Мы попробуем что-нибудь вот половить, так что, прошу, будем пробовать. Ну все, до встречи на точке. Начинаем процесс выставления на якорь. Значит, тут у нас есть одна канавка, и очень важно сейчас нам в эту канавку попасть. Вместе с тем, на фарватер вылазит нам тоже нежелательно. Пока болото. Течения нет. Течения нет. Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то доехали. Моторчик 2,5, конечно, оставляет желать скорости лучшей, но неважно. Значит, все-таки добрались. Значит, приступаем к процессу развертывания наших снастей. Вот, собственно говоря, этот знаменитый Киевский пруд. 1984 года выпуска. Катушка, если я не ошибаюсь, 1968 года выпуска. Единственное, что было переделано в этой катушке, она была поставлена на подшипники. И срок ее службы, она продолжает, собственно говоря, служить. Надежно, простая. В свое время за нее было заплачено 3 советских рубля 90 копеек. Естественно, эта снасть подразумевает себе рыбалку на стальку. Вот, собственно говоря, наматанная сталь с течением 0,18. Это вот как раз сталька для ловли на клеву. Что представляет собой моя снасть? Значит, металлический отвод и поводки. Поводки диаметром 0,35-0,35 мм. Это то, на что в современной спортивной рыбалке считается канатом. То есть спортсмены ловят у нас на 0,15-0,18. Мы по-прежнему по-стариковски ставим 0,35. Вы знаете, мне даже ее видно просто даже лучше, эту леску. Чем я могу объяснить, почему я делаю всегда толстые поводки? Дело в том, что именно толстый поводок обеспечивает максимальную плавучесть крючков. То есть крючки на тонком поводке лежат на дне. Толстые, как бы, парусят в толще воды. И это, по всей видимости, привлекает леща. Ну, во всяком случае, это одна из теорий. Она не бесспорна, но как бы имеет место быть. Крючки. Вот крючки. Современные крючки, конечно, оказались лучше даже тех, которые делали знаменитые арсенальские мастера. Фирма Овнер не вызывает никаких нареканий, никаких сомнений. Это действительно хорошие крючки, добротные. И вот я пользуюсь крючками Овнер. Размер крючков четвертый номер. Это по новой классификации. По-старому это будет либо четверка базарная, либо девятка магазинная. Та, которая еще была при советской власти. Кормушка. Кормушка представляет собой классическое сочетание шанки. Так называемой бухарской шанки. Вот. И кусочка бегуди. Почему именно такая снасть? Эта снасть позволяет забрасывать одновременно водоем два разных вида корма. Сюда у нас идет, допустим, ящневая крупа с панировочными сухарями. А сюда горох почем. Ну, это я сейчас продемонстрирую. А пока начинаем настраивать вторую пинетку. Все то же самое. 1984 год. Завод Буревесник. Знакомый начальник караула. Помог с проносом этих девайсов через КПП. Так что у нас здесь. Вот. Эта катушка у нас намного более поздняя. Она 85-го года. То есть это у меня ветеран. Это уже более поздняя катушка. Кольца. Значит, кольца, обратите внимание, на киевском пруке кольца всегда закреплены. Не сильно, они как бы шатаются. Это сделано специально для того, чтобы не нарушался радиус тальки. Процесс продевания идет у нас достаточно быстро. Хотя, конечно, года берут свое. И зрение у меня уже не то. Ну, еще, как говорится, попасть в состояние. Так, продели. Где-то тут у нас была наша Шанечка. Вот. Я заранее приготовил. Вот, кстати, вот этот вот кулетчик. Вот он, видите. Это все снасти, которые я ношу с собой на рыбалку. Балазвонки, которые там лежат, это для ночной рыбалки. Ну, и все остальное. У меня запасных шесть крючков, две кормушки и моточек японской лески. Кстати, леска импортная тоже. Это действительно хорошая вещь. И, к сожалению, наши отечественные производители так леску делать и не научились. То есть, Япония есть Япония. И тут мы вынуждены признать, что без заграницы нам обойтись не удастся. Так, вешаем вторую кормушечку. Это будет у нас работать на подрыв снасти. Прикручиваем стальку. Есть. Есть. Говорят, что тут есть куча забабонов. Если крючок входит в натяге рыбалки в рыбака, это хороший признак. Это говорит о том, что будет рыба, несмотря на нашу африканскую сегодняшнюю 36-ти градусную жару. Так, собственно говоря, пришло время переходить к прикормкам. Из прикормки у нас сегодня приготовлено два вида прикормки. Это стандартная комбинация. Вот у нас есть такая недоваренная ящневая крупа. Вот, мы ее сейчас растираем, перетираем. Просто обыкновенная ящика. Вот сейчас мы ее, перед выходом из дома мы ее запарили в кипятке. Сейчас нам надо ее разбить. Ничего с кашей, никаких манипуляций перед началом рыбалки делать нельзя. Ну, в смысле, задолго до рыбалки. Ибо продукт у нас скоротворчущийся. И надо его максимально оберечь. То есть, как только мы начинаем сюда что-то добавлять и с чем-то ее смешивать, и тут же у нас процесс, как говорится, окисления начинается. И мы уже тут не в силах повлиять. Так, вот мы ее размяли. Это первый этап. Теперь в кашу мы добавляем вместо заморских дивных прикормок мы добавляем обыкновенные отечественные панировочные сухари. Вот, можете убедиться, это сухари, а не какой-то там засекреченный прикорм. Вот мы их добавляем где-то приблизительно одну треть пачки. Взмешиваем. Взмешиваем. Сам бы ел. Все натурально. Все хорошо. Все замечательно. Теперь добавляем... Это конопля. Немножко конопли, не мешок ее добавляем, а вот просто чуть для запаха. Коноплю рыба любит. И, как говорится, добавить ее не мешает. Ее можно купить, кстати, и на базаре у бабушек из-под полы. Это ж раньше была конопля, теперь это считается наркотик. Ну, для рыбы это действительно наркотик. Вот она готова. Вот мы ее смотрим. Вот она рассыпается и слегка дымит. Хорошо. Все, получилась вот такая рассыпчатая, рассыпчатая. О, смотрите, никаких кусочков она. Вот это очень важно. Главное, чтобы каша не была грызевая, не шла кусками, не шла комками. А вот была именно вот такая вот рассыпчатая. По моей теории, кормушка должна приходить на дно уже полупустой. Ну, может быть, есть смысл немножко дать корму на дне полежать. Так, первая часть закончена. Вторая часть у нас идет горок. Горок и знаменитая киевская мастырка. Мастырка собственного изготовления, собственного производства. Изготовленная по стародавним технологиям. Эту мастырку я делаю, наверное, года 77-76 по одному и тому же рецепту. Она проверена временем. Всю мастырку мы не разминаем, а только вот такой вот маленький кусочек. Вот такие вот. Это ручная работа. Пахнет она только горохом. Вот, можете убедиться, понюхать. Исключительно один горох. Никаких добавок, никаких ароматизаторов. Ничего сюда не добавляется. Просто мастырка. Из насадок у нас будет мастырка. Красный червь. И опарышки низкой мухи. Парышки низкой мухи – это результат привлечения, ленивыми рыбаками днепровской рыбы. Вот горох. Горох сварен и прокручен через мясорубку. Пахнет только горохом. Горох мы ничего не добавляем. Это чистый горох. Тут есть немножко покрупнее звенья. Фракция, как это модно говорить. Вот, есть. И поменьше. То есть, это все прокручено через мясорубку. Здорово. Сейчас, конечно, вот эти не механические, а электрические мясорубки, они так замечательно переваривают. О! Вот, видите, вот это вот самая знаменитая, так сказать, гороховая пурга. Дым. Вот, если обратите внимание, то в воде после этого корма остается такой вот дым. Вот, пурга. Вот это вот лечь как раз нас очень любит. И будем надеяться, что он и в этой ситуации как бы нам поможет. Прикормки готовы. Пурга готова. Бастырка готова. Все готово. Значит, ничего у нас тут у нас есть немножко никакой, так сказать, фэншуй. Согласно этому фэншуи есть дополнительный такой звук. Вот, как сом реизирует на кок, так лечь, мы говорим, вот на такую старую обувь замануху. Вот, после этого он, это создает какой-то определенный акустический шум. Ну, это на уровне, как бы сказать, инстинкта третьего чувства. И это важно, короче. Так, переходим дальше. А дальше у нас идет самое интересное. Вот он и хлеб. У нас есть, что у нас есть. У нас есть два кусочка старого черствого хлеба и вот такая вот люди, которым сейчас под 40 и более помнят и знают, что это такое. И это так называемая авоська. В этой авоське олдовые киевские рыбаки на набережной носили портрейн типа чернила. Культовый напиток киевских рыбаков. Вот такая вот авоська, сохранившаяся у меня еще с тех времен. В эту авоську мы ложим вот такой вот камень специальной формы для того, чтобы он хорошо ложился на дно. И теперь бросаем сюда хлеб. Это черствый хлеб. Уже заплесневелый. Можно брать и сухари. Это особого значения не имеет. Немного черного, немного белого украинского. Но, комбо я. Ну, вот рыбам отдаю. Как бы разными кусочками. Вот, вот такая у нас получается торбочка с хлебом. Тут есть один момент. Лещи любят сладко. Сейчас в спортивном рыболовке берутся специальные шоколадные добавки, а мы пользуемся такими ванильными сухариками. Они придут сладости, аромат. Сухарики просроченные. Много мы им не дадим, потому что неизвестно, сколько мы еще тут будем ловить эту рыбу и, может быть, придется даже обедать. Чтобы не голодать, буду сам есть и оператора угощать. Давно хотел рассказать, меня часто тут вот в интернете спрашивают, что такое, как вы вяжете поводки и как у вас вот так вот получается, что крышки разные, в разную сторону и не сообщаются друг с другом. Вот этот вот называется, монтаж называется знаменитая подольская вилка. Ее придумали где-то в 60-х годах подоляне, рыбаки с подола. Вот. Я никак не могу объяснить, как она вяжется. Но выглядит она вот так. Очень эффективно. Хотя, справедливости, минус в том, что это, конечно, дополнительный узел. Если ловить на сазана, допустим, крупного сазана, то это не совсем удачный монтаж. Это чисто лещовый монтаж. Лещовый. На сазана и большую крупную рыбу он бешеную такую не годится. То есть, в карповых и сазановых оснастках такой монтаж не используется. Это только для лова леща. Очень удобно. Особенно вот пенопласт. Длина поводков у нас самая обыкновенная, стандартная. Не укороченные, не удлиненные, нормальные, обыкновенные поводки. То есть, самая обычная снасть. Так, продолжаем разбираться с нашей овочкой. Мы ее сейчас вот так вот затянем, привяжем. Хорошая веревка, срезанная с браконьерского перемета. Вот. Ну и, собственно говоря, опускаем это на дно. Медленно, потихонечку она уходит. Так, приехали. Вот такая у нас своеобразная получилась кормушка. Шаня такая. Ну, это бортовая кормушка, собственно говоря, представляет собой приваживание рыбы. И вот она как раз дает именно сам процесс приваживания. То есть, рыба видит источник корма, он ей не очень нравится, но она на него реагирует. обыкновенный хлеб, конечно, ей не интересен, но реакция на него у нас должна быть. Будет ли, посмотрим. Как бы подготовительные работы прошли. Все у нас готово. Каша одна, горох другой, черви белый. Собственно говоря, переходим к процессу заряжания снасти. В основную сетку мы ложим нашу ячку с панировочными сухарями без мармелада, шоколада и клубники со сливками. Вот меня всегда интересовал вопрос, кто ли еще под водой кормит клубникой со сливками? Верхнюю часть завиваем горошком. Катьки горошком. Вот так это будет выглядеть у нас. Вот так вот. Вот такая вот снасть. Теперь одеваем на крючочек мяско. Ох, мясо нагрелось у нас. Ну, наверное, догадались, что на киевском сленге мясо это и есть красный череп. для того, чтобы у нас клюва лезь или как у нас его опять же-таки по сленгу называют Вася, делаем вот такой небольшой букетик и к мясу добавляем нашу мастырку. То есть у нас делается бутерброд такой вот, хлеб с мясом. Вот, получается это вот так вот. Вот. Ну, а верхний крючок это, конечно, пенок, потому что пенок или пенопласт это у нас насадка номер один. Пошел закид. Оп. В рыбный цех. Стальку мы не пропускаем. Просто даем возможность в свободном падении. Пока у нас еще по-прежнему болото. Клева нету. по-прежнему даем возможность спокойно упасть на дно. Глубоко. Метров 15. Сейчас по кончику прута мы должны увидеть, когда у нас груз наконец коснется дна. Еще до сих пор не упало. О! Вот наконец наша снасть дошла до дна. И переходим к заправке второй нашей снасти. Пока прутик поставим здесь, потом немножко его передвинем в другую сторону. Обращаю внимание на вес кормушки. Несмотря на глубину и сильную струю, мы применяем максимально минимально возможный вес. То есть в этой кормушке веса грамм 30 от силы. Хотя народ почему-то любит вязать гири. Я считаю, что основания не вижу для того, чтобы вязать большие и тяжелые груза. бигуди у меня с 80-х годов сохранилась. Конечно, фидерные кормушки у нас хорошие, но цена фидерной кормушки в последнее время носит, мягко говоря, неадекватный характер, поэтому мы по-прежнему используем бигуди, который используется еще нашими бабушками при завивке волос в далекие, наверное, 50-е и 60-е годы прошлого века. Все черви насажены, причем насажены самки. Самки червей не более как бы привлекают рыбу, не знаю почему, но определить особенного парыша очень просто. ему достаточно пропустить сквозь зубы. Если прошел, вы можете не сомневаться, что это была именно самка. Теперь прошел наш закид. おっ, теперь когда все с наброшены, теперь нам надо думать как жить дальше смотрим вода по-прежнему на состоянии болота но милости от природы мы ждать не будем поэтому придется наверно нам все-таки самим час по перри забрасывать и ловить а может быть уже чуть-чуть и шевеление даже первое пошло любом случае переброс хотя бы раз в 15-20 минут нам надо делать в любом случае будет клев не будет как бы надо попробовать тогда попытаться стянуть на корм хотя бы то что есть недолго музыка играла недолго мы сидели без дела толчок воды и сразу же пришла поклевочка первый подлящичек конечно пришел нежданчиком вот немножечко тут он нам наделал шкоды переехал с одного прутана к другому и конечно как обычно были не готовы к этому ну вот но тем не менее взятие почина у нас пришло и это уже вселяет надежду ну что ж пример попробуем его вытащить с очка так Так, вот водичка усилилась, пошла, и пистолетик потихонечку пришел к нам. Вот мы берем следующего. Отлично, все хорошо. То есть, один случай – это случай, а два уже наводит на размышления и говорит о том, что мы находимся на правильном пути, и наверняка все-таки мы попали на нашу искомую тропу. Открыл наше мясо черви. Сейчас мы попробуем освободить подсаку от зацепившейся за него крючка. Вот так, хорошо. Хорошо, что мы… Ах, это он застрял. Смотри, как хорошо убился. Вот я говорю, если крючки хорошие, так он и садится по полной программе. Вот такой вот у нас вот подлящичек. Вот так. в рыбалке нет ничего не предсказуемо в рыбалке все всегда идет по намеченному плану дали воду пошел клев вот первая поклевка была после пристрелочная получили по зубам и за ней клюнуло два таких подкиловых подлещика клюнули именно тогда когда они должны были клюнуть сегодня рыба заходит с фарватера поэтому обе поклевки были на левый пруд правый пока молчит ну по идее должно быть развитие событий во всяком случае это неплохо значит какова специфика ловли с лодки если вам удалось поймать хотя бы одного леща в течение там первых 15 минут рыбалки или как у нас в данной ситуации во время толчка воды подъема воды да но мы вправе ожидать следующего то есть мы выставились правильно стоим на его тропе на хорошей глубине ну дальше дальше посмотрим как повезет я смогу конечно вам найти массу отмазок в лице 36 градусной жиры в лице неправильного месяца но что очень важно сейчас нас убывающий практически уже вообще нету луны это не лучший день для рыбалки конечно ну вот но тем не менее что то значит пока будем пытаться пока пытаться двигать процесс дальше наши подлящики прекрасно устроились в садочки вот они наши почины в принципе клюнули тогда когда и должны были ожидаем развития событий хорошо сейчас на берегу не то что тут в лодке сидеть вот очередной пистолету у нас висит я так по ощущениям думаю грамм 740 нормальные олдовые киевские рыбаки подсакой не пользуются но у меня у старика простите я уже просто немощный и больной поэтому мне уже просто тяжело без подсак и тут у нас скажем так рыбалка в сложных условиях вынуждены уже применять эту пацанку вот клуб на бутерброд красно-белого червя не угадал или 740 где-то приблизительно до 500 грамм маленький набер а это правая тоже сработала правая удочка это вообще хорошо это говорит о том что мы его развернули поставили на коробе теперь он у нас привязаны пошел по правому борту очень хорошая тенденция это говорит о том что никуда теперь он от нас не денется очень рад что он клюнул именно с правого борта это уже выкормлены это уже наш пришедший теперь нам остается только как бы постараться его тут удержать ну не вижу основание что он не удержится это будет это уже наша рыба вот это был первый подлещик который уже говорится сработал с нашего корма струя уже пошла полным ходом его развернула это замечательно это вот это вот то что меня сегодня уже можно сказать радует несмотря на эту нашу дикую так продолжаем программу передач когда-то рыбка уже стала уверенно уверенно стоит на корму вот это уже он пошел подошел поклевки пошли что по левому борту чтобы правому он уверенно уже нашу мы уже можем утягивать прямо как верховодку струя поднимается в кверху и поднять такого подлящичка уже не составляет никакого труда сачок конечно нам здорово мешает но уж простите меня старого как-нибудь более спокойной обстановки когда будет меньше жиры я покажу как можно вытаскивать рыбу и без подсаке это считается особым шиком киевских рыбаков которые даже с набережной умудрялись брать рыбу вручную не используя никаких подсак багров и прочих методов это как бы и рыбе дает шанс но вот мы смотрим что у нас там с кормом пока он еще не наш не наш еще корм но уже к нам пришел замечательно все у нас хорошо продолжаем 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 все как говорится рыбку мы победили рыбка уже наша и нам теперь остается только гонять понты и показывать такие вот так называемые бухарские прекрасы рыбалка должна быть каким-то элементом еще шоу развлекательным поэтому мы и любим иногда показать вот подобные такие слабости заморить лещу голову вот так вот закомпосировать ему мозги до такой степени чтобы он валялся в подсаку просто как вот какая-то большая газета комсомольская правда потому что лещ еще как бы все-таки не совсем взрослый вот наша комбинация с ячкой и горохом не вызывает никакого сомнения у соседей в лодках с клубникой дела пока обстоят не лучше но надеемся что пойдет и не вот такой вот подлящий человек бешеный такой попался вида и и она прыгнул правильное ведро с прикормкой то есть это о чем говорит о том что даже в будущем на берегу нашему васильку все равно его тянет наш корм еще один шнурок пистолетик вот водичка пошла и он привязался на корм пришел сюда и он такой вот он идет смотри изображается какое-то сопротивление посмотри не хочет идти к лодке куда-то его разворачивали где-то под лодку пошел какой-то маленький но бешеный какой-то наверное наверно в нерв попал его посмотри ну такой стандартный под подлещик на бутербродик красно-белый самый обыкновенный самый обыкновенный вот опять наша комбинация с участием гороха и ячка корма вот оператор все хотел чтобы я туда клубнику положил говорит вот очень хорошо когда лезть с клубникой но я пока от клубники воздерживаюсь вот думаю может быть авокадо попробовать какие-то новые привкусы то затравили уже этой малиной со сливками этого нашего леся как он бедняга клюет вот а мы ему сейчас вот нашу нашу олдовую мостверочку вот вот у нее надо поплевать смягчить ее и таким образом надеть на бутерброд вот значит у нас вот так вот она слетела у нас получается хлеб с мясом и мясо с мясом такой у нас бутерброд Так, последние попытки турецкого Трабзонспора вытащить все-таки одного полновесного леща, а то у нас крытки килограммовые, хоть бы какая-то, о, о, какой шустрый, какой шустрый, а потому что взял на пенопласт. Ну, подвесить. Приходим. Ну, на этом, пожалуй, мы и закончим рыбалку. Все было по классическим канонам. Обошлись без малины и с клубникой. Работал обыкновенный горох с обыкновенной ячневой крупой, планировочными захарами, в чем мы все могли убедиться. Вот. Лом был на красного червя и пенопласт. Сегодня лещ выбрал красного червя. Можно было еще сидеть и ловить, но уже как бы просто больше не было смысла. Как говорится, что поймали, то поймали, в общем-то поймали. Я думаю, вполне хватит здесь, так скажем так, улучшенная норма. Лишних мы, конечно же, наверное, выпустим. Так что все, всех благ и всем крепкого здоровья. Новейте рыбу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова